Разбор полетов. На утреннем совещании в Доме правительства обсудили последствия чрезвычайного происшествия в Чебоксарском аэропорту. Напомним, в конце прошлой недели при посадке в ледяной дождь передняя стойка шасси самолета выкатилась за пределы полосы. Какие выводы будут сделаны после ЧП, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. Нештатная ситуация в аэропорту Чебоксар показала, что экстренные службы к подобным ЧП оказались не готовы. Очевидцы говорят, после посадки самолета больше полутора часов им пришлось просидеть в салоне. Руководитель Минтранса региона признает, что автобусы для эвакуации людей можно было подать и раньше. Долгое время специалисты решали вопросы с буксировкой воздушного судна. Заявка на автобусы поступила очень поздно. Пытались отбуксировать самолет вместе с пассажирами и в самый последний момент отказались от этой идеи. Заявка поступила, моментально подъехали автобусы, автотрансы. Проблема еще заключается в том, что по матч в аренду не взял буксировочный тягач. Он был не готов к буксировке. Глава республики отметил, причины этого ЧП необходимо детально проанализировать. Не исключено, что в отношении виновных сделают и кадровые выводы. Люди будут привлечены, может быть, если где-то коснется каких-то вопросов. Никаких вопросов нет. Но мы, органы власти, на безопасность людей обращали внимание в приоритетном порядке и обязаны обращать внимание. Необходимо принять меры и в отношении подрядчиков, занятых на уборке трасс. Далеко не в каждом муниципалитете дороги очищали оперативно. Серьезная ситуация в Валиковском районе, особенно на склонах фирмы «Меридиан-подрядчик», которая должна своевременно обрабатывать дороги реагентом. К сожалению, неполный комплекс машин вышел по нормативам на эти дороги. Ситуацию с уборкой дорог глава Минтранса обсудила на рабочей встрече с председателем правительства республики. Нерадивых подрядчиков отмечает, Михаил Резников будут наказывать, причем не только рублем. Будут предписания выписаны подрядным организациям и, может быть, даже пойдем на расторжение контрактов при повторении последующих таких подобных случаев. Гололед сковал и пешеходные дорожки. Всю пятницу травмпункты работали в авральном режиме. Пациенты жаловались на то, что медицинской помощи им приходится дожидаться часами. На выходные дни травматологическую службу в Минздраве республики распорядились усилить. В субботу очередей в больницах города не наблюдалось. Пол восьмого привезли. Ну вот пока вот жду, откуда я знаю, там что документы там оформили. К приему травмированных пациентов оказались не готовы в БСМП. Больнице, говорит глава регионального Минздрава, не хватает травматологов. В экстренных случаях, отмечает Михаил Игнатьев, необходимо привлекать специалистов из других поликлиник. Вы же в любой больнице в таких случаях можете перебросить. Любой главврач по согласительным процедурам должен даже издать приказ и направить на три дня командировку. Люди не должны теряться. Люди не должны суету создавать. Зимой необходимо работать в условиях повышенной готовности, подытожил глава региона. Погода может преподнести еще немало неприятных сюрпризов. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Рассель Мухаммедов. Республика.